В городском лице при ОГТУ собрали лучшие инженерные проекты. Всего в этом году прислали 350 заявок. Из них отобрали 78 лучших работ для презентации на кластерной научно-практической конференции. Мероприятие прошло в формате стендовой защиты, что позволило увидеть и оценить за короткое время максимальное количество задумок современной молодежи. Стендовая защита – это, на мой взгляд, самый интересный вид защиты работы. То есть, конечно, у детей есть некий подготовленный текст, но в процессе рассказа о своей работе ребенок увлекается, отвечает на вопросы и рассказывает порой больше, чем он хотел рассказать начальнику. Школьники, студенты технического университета, молодые инженеры и конструкторы механического завода представили свои инженерные идеи по восьми номинациям. Среди них юные инженеры-исследователи, математика, физика, информатика. Проект координации взаимодействия роботов Владислава Кузнецова, 11-классника городского лицея при ЛГТУ, не остался без внимания. Участник создал несколько роботов, которые могут без помощи человека исследовать комнату и отправить ее чертеж на компьютер. Несколько роботов будут взаимодействовать друг с другом, исследовать комнату более оптимальным вариантом. То есть, если один робот проедет, закончит свою область, то он поможет второму роботу, они вместе его исследуют до конца. И если он вдруг встанет, но колеса у него перестанут крутиться, он сначала подумает немного, и затем просто поедет назад, развернется, поедет в другую сторону. Не отставали и самые маленькие участники конкурса. Егор Дубровский, ученик первого класса лицея при ЛГТУ, на суд жюри представил свою главную разработку в номинации юные инженеры-исследователи – компьютерную игру для тренировки устного счета. Я строил эту игру полтора часа. Я ее сам строил. Было, конечно, очень сложно, но я построил ее за одно занятие. Это было очень сложно. Тут надо решать примеры. Уровни сложные, легко и средние. Проект оценили семь групп жюри. В качестве экспертов выступили преподаватели Ульяновского технического университета и работники моторного завода. Критериев оценки несколько, но главное – это используя простые вещи, найти узкие интересные моменты и модернизировать их. Здесь действительно есть инновационная инженерная мысль, которая может быть использована вообще в современных технологиях и внедрена в нашу обычную жизнь. Поэтому не важно, какой возраст ребенка. На самом деле их самый важный вклад – это то, что они ищут и исследуют, на первый взгляд, простые вещи, которые используются в быту и находят там то, что не может найти уже опытный человек. По итогам конкурса сотрудники механического завода выберут три работы, темы которых будут разрабатываться в конструкторском бюро предприятия. Авторы лучших проектов также представят свои инженерные идеи на всероссийской акции «Я гражданин». Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.